Новости спорта. В спорткомплексе «Триумф» прошел открытый турнир Славянского района по баскетболу в памяти заслуженного тренера Туркменской ССР Геннадия Павловича Хлыстова. И вновь в нашем городе проходят соревнования высокого уровня. Юные мастера оранжевого мяча из Новороссийска, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Темрюкского, Денского и Славянского районов. Всего 8 команд приняли участие в традиционном открытом турнире по баскетболу среди юношей 2011 года рождения и моложе в памяти заслуженного тренера Туркменской ССР Геннадия Павловича Хлыстова. На торжественном открытии соревнований в спорткомплексе «Триумф» участников сердечно приветствовал начальник управления физической культуры и спорта Славянского района Александр Прищепа. Он рассказал о заслугах человека, в память о котором проводится турнир, а также пожелал ребятам спортивных успехов в самой лучшей игре – в баскетболе. Все участники турнира были настроены по-боевому, понимая, что легких соперников не будет и за победу нужно будет всерьез побороться. Самое главное в баскетболе – это голова. Если ты все будешь понимать и думать, то у тебя все получится. А так главное, чтобы команда была слаженной и как бы играть нужно хорошо, чтобы выиграть. Славянские баскетболисты с помощью опытных тренеров упорно готовились к этим соревнованиям, в которых им хотелось проявить себя с лучшей стороны. Уверенно стартовав и одержав в турнире три победы подряд, славянцы не собирались успокаиваться на достигнутом. У нас очень дружная команда, мы все стараемся, у нас все хорошо. Мы выиграли три игры, надеемся выступить достойно. Для юных баскетболистов эти соревнования предоставили отличную возможность проявить себя и получить положительные эмоции. Для тренеров команд было важно оценить достигнутый на сегодня уровень и дать ребятам новые стимулы для развития. Славянские баскетболисты уже хорошо зарекомендовали себя как на уровне Краснодарского края, так и страны. Наши ребята продолжают традиции Геннадия Павловича Пустова, это воспитанник Геннадия Павловича Пустова. И также мы тоже воспитываем свои уже традиции здесь. Так что будет все нормально, мы надеемся. У нас баскетбол в Славянском Кубане тоже на хорошем уровне, и девочки, и мальчики. Ну я думаю, что в скором времени мы хорошую позицию займем в крае. По итогам соревнований команда Славянского района 1 завоевала серебряные награды, уступив первое место темрюкским баскетболистам. На третьем месте Воронежская команда. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События».